Всем привет! Сегодня мы с вами будем разговаривать об интересной RDTA-шке от компании CoilArt под названием Azeroth, который любезно предоставил магазин Vapetiger. Как заявляет сам магазин, он является эксклюзивным дистрибьютором известных фирм. Вы сможете все это посмотреть в описании, ссылочки на магазин также там будут. А сейчас об Azeroth. Данную RDTA-шку сравнивают, конечно, часто с Limitless, а как она, а лучше, а хуже. Это немножко другое устройство, и с ним у меня возникло больше сложностей в его настройке, чтобы я начал получать все же от него вкус. В самом начале я сюда установил длинные такие клептоны, жирненькие, и я не почувствовал вкуса на тех жидкостях, которые я привык парить, которые я хорошо знаю вкус, вот жидкости от боншейкера. И меня это как бы смутило, я уже и так перекрывал обдув и наполовину, и одно отверстие, но все что-то не то было. И все изменилось только после того, как я установил сюда фьюзы с 0.4 канталом в середине и 0.1 не хромом, а плеточкой сверху. Вот тогда стало все более-менее нормально. Но все же танцы с бубном при настройке этого устройства никуда не делись. На максимально открытом обдуве в Азероте вы получаете, конечно, очень много пара, но при этом очень сильно страдает вкус. Да, здесь можно перекрыть обдув, там наполовинку, но тогда вы получаете жесткий свист из этой дрипки, то есть воздух как-то не очень правильно сюда заходит и, как по мне, не очень правильно обдувает спиральку. А если его открывать больше, то вы начинаете терять вкус, и тут начинаются танцы с бубном, когда вы пытаетесь найти то самое положение, в котором вы будете парить. Но все же давайте переместимся на стол, посмотрим ее поближе и потом еще немного поговорим о ней. Начнем сразу же с комплектации. В комплектации у нас идет вейпбенд брендированный койл-артом. Отверточка синенькая, но здесь она отличается, здесь довольно-таки толстая. И ее диаметр составляет 3 мм. Возможно, кому-то она пригодится еще как оправка для намотки. Также в комплекте у нас идет переходник под 510 дриптип и запасной дриптип, но он немного отличается от того, который изначально установлен. Он немного зауженный. Запасное стекло на сам бак и комплект допов. Здесь у нас идут запасные ринги, 4 запасных винта и запасные прижимные пластинки. И, конечно же, сама RDTA-шка Azeroth от CoilArt. Я понимаю, что сразу же некоторые попросят показать его вместе с Limitless. Вот таким вот образом выглядит Limitless, конечно же, немного побольше. Хотя бы из-за того, что Limitless 25 мм, а Azeroth 24. Выглядит сам Azeroth довольно-таки привлекательно, очень интересно. Матовое такое покрытие самой юбки. Я заметил еще такую ситуацию, что некоторые жалуются, что сама юбка на смоченных орингах держится плохо. У меня же она держится довольно-таки хорошо. Но также у меня есть претензии к регулировке обдува. Не очень удобно это все сделали. Здесь, конечно, оринги очень хорошо держатся именно сам топ-кэп. Это все замечательно. Но, чтобы отрегулировать воздух, зачастую приходится просто снимать сам топ-кэп и уже выставлять тот обдув, который будет нам нужен. И это вызывает некоторый дискомфорт. Также у меня вызывают опасения вот эти пластиковые лепестки, которые перекрывают сам обдув. Если вы будете использовать какую-то мега-жирную спиральку, то есть вероятность того, что они начнут оплавляться. Также обратите внимание, как здесь располагается обдув. По идее, он должен был бы как бы и посередине, и снизу, и сверху обдувать спиральку. Но, как по мне, этот обдув глушит сильно вкус. Так как обдувает спираль неравномерно, и ничего хорошего из этого не выходит. Также сами стойки сделаны гуноподобно. В принципе, с одной стороны, это, наверное, хорошо, что сюда можно запихнуть очень жирные спиральки. Но, в основном, плоские, если они какие-то круглые и очень жирные, то будет немножко неудобно. Так как винтики имеют не очень глубокий ход. То есть, вниз они еле-еле сюда заходят. Могли бы сделать винтики и подлиннее. Также при установке спирали мне не очень нравится, что данные пластины постоянно уходят вниз. И вам придется переворачивать данную RDTA, чтобы они упали вниз. Устанавливать туда койлики или приподнимать их. Ну, в общем, танцы с бубном тоже не очень приятно. Я не говорю, что это невозможно. Это все можно установить, но все равно есть некоторые неудобства. Для того, чтобы сменить саму ватку, вам придется снять данное кольцо. И оно зачастую бывает залипает, так что вам придется взять салфеточку. Взять пинцетик, установить сюда и провернуть его. Вот довольно-таки туго я его зажал в первый раз. Но вот таким вот способом придется его снять. После того, как он уже поддался, вы спокойненько откручиваете его и снимаете с данной RDTA. Замена ваты в Азероте не вызывает никаких трудностей. Вы просто снимаете кольцо, вытягиваете вату и укладываете ее новую сюда, в самый низ. Я предпочитаю так. Кто-то оставляет ее до середины, но опять же, это уже дело вкуса и предпочтений. Сразу же хочу обратить ваше внимание, что данный Азерот страдает той же самой проблемой, как и Limitless. Если вы сюда ватку утрамбуете не очень плотно, то если вы его положите на бок, со временем вы получите протечку. Так что будьте с этим аккуратны, я считаю, что данная RDTA не для того, чтобы ее переносить полностью заправленной в сумки или в долгие поездки. На небольшие расстояния, возможно, и желательно в вертикальном положении. Также вызывает у меня неудобство это одевание данного кольца обратно на место. Не всегда попадаешь в резьбу, приходится немножко поиграться. Будьте с этим аккуратны, чтобы ее не сорвать. Но данная система удобна тем, что она никак не цепляет ватку и не смещает ее, когда вы накручиваете данную юбку, в которой есть отверстие для заправки. Если вы столкнетесь с тем, что у вас данное кольцо окажется напротив ватки, то вы можете всего лишь его немножко поправить в сторону, ничего страшного здесь не будет, и уже заливать в это огромное отверстие жидкость. И в принципе я вам уже все показал, так что поднимемся наверх и немножко еще поговорим о ней. Также я чуть не забыл вам сказать еще одну важную вещь, это при заправке. Когда вы уже заправите сам бак и у вас ватка сухая сверху, обязательно сверху немного смочите сами койлики. Для того, чтобы не дожидаться, когда же жидкость поднимется сверху, по ватке, а сразу же парить. Я не могу сказать, что Азерот подойдет новичкам. Здесь все же придется немножко над ним потанцевать, поплясать, постучать в бубен, для того, чтобы добиться от него вкуса. Наваливать он будет в любом случае, но опять же, учитывайте вкус. Здесь есть, но вам придется играться со спиралькой и с обдувом. Также вы должны будете готовы смелиться с тем, что он будет у вас свистеть, когда вы настроите здесь обдув. Если же вы хотите получать очень много пара, да, без проблем, здесь полностью открываете обдув и валите. В итоге получилась интересная РДТ-шка, но есть что в ней доработать. И данная РДТ-шка не для новичков, это сугубо мое мнение. Надеюсь, вам было интересно, эта информация полезна. Ставьте лайки и дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем удачного, до свидания.